Да! Кричат все. За мной! Все за мной! Кричит сэр Кроули. Бросается вата. За мной. Это же долго. Натурально. Они не пожалели. Минут 20 это все продолжается. Напряженнейшее боевое столкновение. Как мудаки. Там все как мудаки. Точно. Филин был хороший. Все остальные как мудаки. Я думаю, что это не лысый филин управлял, а филин лысый. На самом деле. Потому, что у филина глаза были осмысленнее значительно. Так вот, одичалых там было 120 человек. Я опять же причастился Маркса. Там написано. Там было 20 пацанов Тормунда и 100 тенов. Внизу в замке сидело 40 человек дозорных и какое-то количество мужиков из Кротового городка. Которые бесполезны практически. Ну, там дальше все время про 50 говорят. Что внизу 50 человек. Так задача отбиться от 120 человек в укреплении. Для 50 профессиональных военных она вообще не стоит. Никто бы не пролез. Недостаточно. И плюс у вас есть такие условные нонкомбатанты. Их просто много. Каждому пока мне выдай уже неплохо. В чем угроза-то? Не ясно. И вот они полезли внутрь. Вот они уже лезут внутрь. С двумя кошками. С двумя кошками. И там кто-то еще так пытается карабкаться. Вот вы залезли на эту боевую галерею сколоченную какими-то гениями шестиклассниками из досок 50-х неровно. Обороняющие что делают? Они выхватывают сабли, ножи, пистолеты. И в рассыпную бегут на прорвавшегося врага. Нахера вы это делаете? Ну, блин, нахера вы это делаете? Эти черти... Они не могут забраться все одновременно. Это невозможно. А значит, они и спускаться будут внутрь. Не все одновременно. Ну, поставьте его около спусков. Где можно просто спуститься. Четыре человека, пять человек. Ну, ты видишь, ситуация накаляется. На другой день. Потом они там все вооружаются. Бегают, вооружаются. Я просто когда это увидел... Я раньше внимания не обращал на такие прекрасные инженерные решения. У них там стойки для оружия. Во дворе. Там оружейка, а здесь во дворе. Да, просто во дворе мечи стоят. Да. Давайте мечами вооружаться. А у вас там снег, дождь, перепады температуры. Вы не понимаете, что это так не работает? У вас даже... Уж хрен с ним с клинком, который стоит безумных денег. У вас кожа на рукояти сгниет. Элементарно совершенно. Для многих открытие. Даже если ты в сало его макнешь и поставишь... Все, сгниет. Ручку салом мазать не будешь. Это ужасно. Во-первых. Во-вторых, а что у вас это вся... Ваша военная бригада... Там ни одного копья нет. Просто ни одного копья. Когда сверху закричали застава к бою, вы еще не расхватали из пирамид. Ничего не взяли. Про копье вообще интересно. Как только ты одарил нас копьями... Виталию Грызлову большое человеческое спасибо. У меня теперь возле кровати копье. В кабинете копье. Я иногда выбегаю во двор, чтобы размяться немножко. Так сказать... Это же самое лучшее оружие. Никакая ни сабля, ни меч. Никто не подойдет. А тыкань издалека удобно. Это же первейшие у всех должны быть копья. А потом, кто прорвался, добивать мечами. Как мы под Римом ездили. Как там происходило? Вот впереди с копьями... Кто прорвался? И вот там сзади кувалдами забили козла. Отлично выглядит. И что? А что здесь-то не так? Что это за херня вообще? Во-первых, почему в рассыпную? Я понимаю, бывают ситуации, такое случается, когда в строю, в монолитном, в едином действовать невозможно. Потому, что вам забежали, например, с тылу какие-то негодяи. У вас должно быть тройки составлены. Просто, чтобы вас хотя бы... Ты не один на один кого-то встречал. Наш любимый момент, когда под городом Римом где-то... Санта-Серерра в замке. Персонаж вцепился в забор. А его твой... Поверни его! Бам! Подержите его. Это было лучше. Подержите его. Ну, что это за херня? Ну, уж минимум вдвоем, втроем должно быть. Я говорю, тройка это идеально. Потому, что три человека элементарно видят больше, чем два. И не мешают друг другу. Потому, что можно смотреть в три стороны. Так, чтобы и этим троим еще кто-нибудь ловкий сзади не подбежал. Во-первых. Во-вторых, один со щитом прикрывает весь творческий коллектив. Мало ли там кто-то из лука стрелять будет. И двое с копьями. С добрым утром. Подойдите. Даже если на вас нападут не знающие строй. Десять человек. Вы втроем, по крайней мере, отбиться сможете. Я не скажу, что победите. Но вы, скорее всего, просто тупо выживете.